Книга Кришна, Верховная Личность Бога, глава 72, освобождение царя Джарасанхи, продолжение. Итак, для того, чтобы совершить Раджасу и Ягью, Махараджи Тиштири, нужно было покорить всех царей. И все цари приняли власть Махараджи Тиштири с радостью, ну, с некоторыми были сражения, конечно. Он заслал своих братьев в разные стороны света, и они покорили мир. Все признали власть Тиштири императорскую. Остался единственный царь, непокоренный Джарасанха, очень могущественный царь. Он не покорялся, потому что никто не мог его победить. Демоны, они полагаются только на авторитет силы. Почему я прав? Что я сильнее тебя. Их не суть шастры, какие-то выводы Писания или истина. Я прав, потому что я сильнее. Ты споришь, я спорю. Давай сразимся. И будет ясно, кто прав. Так они решают все вопросы. Джарасанха пленил много царей и предлагал их в жертву, Господу Шевипа, в какие-то дни. При этом он очень чтил браманов, следовал ведической культуре. Он не просто убивал царей, а предлагал их в жертву. Как люди не просто едят мясо, а в жертву сначала предлагают, потом едят мясо. Ну, вот такое же сознание. Он был демоном, ведическим демоном. И он знал, что, так же понимал, был разумен, что его репутация... Если бы они пошли туда армиями, но не хотели проливать кровь перед Раджасу и Ягьей, войну затевать. Долгая история. Они переоделись браманами Кришна, Раджуна и Химасе. Так явились Джарасанхи с просьбой. Джарасанхи был очень проницательный человек. Посмотрел сразу и понял, что это не брамана. Но вспомнил Бали Махараджа, своего родственника. Кришна намекнул ему до этого, что если ты сделаешь жертву браманам, то ты заслужишь бессмертное имя. Даже ценой своей жизни ты получишь большую славу. Намекнул, что ценой жизни ему придется это делать. Джарасанха так и подумал, хорошо, ценой жизни значит ценой жизни, но я обрету такую славу. И так это был благородный, очень разумный демон, великий демон для Джарасанта. И когда он пообещал исполнить желание, Кришна сказал, что мы на самом деле не браманы. Раз ты уже пообещал, мы раскроем себя. Обещание обратно не возьмешь, выбирай любого из нас. Джарасанха посмотрел, ха-ха-ха, рассмеялся. Какой позор, как себя унизили, кшатри, с протянутой рукой ко мне пришли. Кшатри не просит милостыню. Мы себя уже унизили. Он так обрадовался этому, что Кришна, я с тобой нет, сражаться не буду, ты трус. Ты сбежал 18 раз с поля битвы. Это ниже моего достоинства. Сражаться с трусливым воином не буду. Благородный человек, видите? Но демон просто. Один только недостаток. Ты, Арджуна, младше меня. Ты не ровня мне по силе, поэтому тоже ниже достоинства. Вызывайте на поединок. Вот Пхимасена. Подойдет. Итак, событие разворачивается дальше. В общем, они взяли палец и вышли за ворота города на поединок. Два исполина. Пхимасена был исполином. Джарасанта тоже. Не были обычные люди. Десять тысяч слонов в каждом. И Пхимасены и царь Джарасанта рвались в бой. И вот, наконец, сошлись в поединке. Своими палецами, могучими как молнии, они яростно наносили друг другу удары. Оба прекрасно владели палец и сражались так искусно, что были похожи на актеров, танцующих на сцене. Красиво выглядело. Есть стили боевые. То есть, культура боя также. Знаем, что это высокая культура, военная очень. Одна из самых высоких культур в мире, там даже оружие, оно не инкульстирует драгоценными камнями, золотом. Это оружие, не тот предмет бытовой, которым можно пользоваться по собственной прихоти. Оружие достают только для защиты чести или дхармы. Поэтому оружие украшается. То есть, есть такие даже музеи, где выставляется оружие. Не как предмет убийства, это не ужасы, а как предмет защиты дхармы. Он даже выглядит так. Есть божественное оружие. Арджуна владел божественным оружием. У Кришны тоже есть оружие свое божественное. Зачем? Никогда по собственной прихоти его не достанет, не обнажит меч. Не вынимай без дела, если там у него меч. Не вставляй без чести. То есть, контроль. Строгий контроль. Если кшатри не контролирует чувства, он не должен принимать оружие. Не может быть кшатри. Итак, это искусство, это культура. Также ведение боя. Есть правило, как вести бой. Даже в бою запрещается оскорблять врага. Или унижать врага. Но они распаляют иногда друг друга. Наносят какие-то обидные слова, чтобы вступить в бой. Чтобы вызвать гнев друг в друге. И сразу гнев не проявляется. Это значит, человек сумасшедший просто. Вдруг сразу впадает ярость. Человек в безумие какое-то. Это неконтролируемое. Это некультурное ведение боя. Они вступают в бой постепенно. Изучая друг друга. И в этом процессе, если они следуют правилам, это так же, как садана-бхакти. Если вы следуете правилам, вы в конце боя, побежденный или победитель, получаете благо. Осознание. Когда Кришна убивает какого-то демона, демон возносит его молитвы. Осознает, кто убил его. То есть, это превосходящая сила. Как, например, в Бали, Бали, тот Балин, Бали, тот брат Сугривы. Чандру убил его из-за укрытия, из-за засады. Не по закону воина, дхармы, как животное. Он и был, как бы, не человеком, не животным. Что-то промежутное. Когда Бали сказал, как же ты, к шатрии? Ты сразил меня из-за укрытия? Ты же нарушил дхарму. Ты же унизил себя таким образом. Ты убил меня, но унизил себя. И как же я? Умираю, смотри. Я же смотрю на тебя, на адхарму, когда умираю, неблагоприятно. И Рама Чандра проповедовал ему, говорил, нет, нет, адхармы не было. Нормально и справедливо, поскольку ты не человек и не животное. В шатрии говорится, что животное можно убить из-за укрытия. Но поскольку ты не полностью животное, ты ванар, то я тебе обещаю всю жизнь, ты меня убьешь. Мое благословение тебе. Тогда Валя ушел с миром. То есть есть культура отношений. Сегодня мы видим не культуру отношений больше, а культуру, может быть, оскорблений в большей степени. В большей степени. Почему? Культура отношений более-менее поверхностная. Мы говорим человеку, здравствуй, улыбаемся, в уме думаем непонятно что. Вот какая сегодня у нас культура, культура оскорблений. Это кальюга, это кальюга. Поэтому нам дается постоянно повторять мантру, чтобы очистить ум от всех этих нечистых мыслей, а от хармы. В уме от харма хранится там. Это вражеская наша составляющая. Собственный враг, мой ум. Поэтому здесь, когда они сражаются, они не просто там руководствуются ненавистью или местью. Это может добавляться у кшатриев, но здесь вот харма. Поэтому здесь сказалось, что они танцуют. Правила боя были такие красивые, приемы боя были такие красивые. Палицы, Джарасанхи и Пимасены ударялись одна на другую, как бивни боевых слонов. И раздававшиеся при этом звуки были похожи на удары грома в грозу. Когда два слона бьются на тростниковом поле, они срывают стебли сахарного тростника и, крепко зажав их хоботом, наносят друг другу удары. Отчего эти стебли быстро ломаются. Точно так же, когда Пимасены и Джарасанха изо всей силы били друг друга палецами по плечам, рукам, ключицам, груди, бедрам, животу и ногам. Их палец разлетались на куски. Такие были крепкие тела у них. Вообще, если почитать Махапхара, то подробное описание боевых действий, то, конечно, большая разница в возможности человека. Они получали ужасные ранения и причем тут же восстанавливались. Если это были очень серьезные ранения, то каждый день они получали ранения. За одну ночь восстанавливались. Исцелялись. К утру они уже были готовы вести бои. Никаких госпиталей, это месяц, знаете. Переломы и все остальное нет. Некоторые стрелы их пробивали на вылит и они выдерживали в течение дня. И если воин погибал, Прабхупада говорит, на поле битвы, то, скорее всего, от жажды, чем от ран воды не хватало. Что очень тяжелая работа. Такая жизненная сила была. Мы читаем, что потоки стрел выпускали друг друга. Фиш Мадеев был весь пронзен стрелами. Полгода ждал благоприятного времени, чтобы уйти. Мы спрашивали у одного духовного усилия, а как это возможно вообще? Одно на живое ранение человек умирает. Тут столько поток стрел. Он живет еще полгода и выбирает себе время благоприятное. И ответ был простой. Это возможно благодаря аскезам. Аскеза дает силу. Внутренние энергии, жизненные силы и тела также. Скоро они разбили все свои палицы и приготовились драться в рукопашную. Разъярённые Джайсандхи и Пхимасена начали бить друг друга могучими кулаками. То есть уже нанесли друг другу много боли, поэтому их гнев увеличивается. Видите? Постепенно он увеличивается, не сразу. При этом раздавался такой шум, что казалось, будто молотом бьют по наковальне или в небе грохочет гром. Джайсандхи и Пхимасена были похожи на двух сражающихся слонов. Ни один из них не мог одолеть другого, поскольку оба были искусными воинами, обладали равной силой и одинаково хорошо владели боевыми приёмами. Битву слонов я не видел. Но в Индии видели в Джаганатхапуре, как стали сражаться два быка. Там народ весь разбежался в рассыпную просто. Вы представляете, что они творили, эти быки огромные. Я не знал, что не могут так прыгать. Такие массы, знаете, такая силища оказывается. Чудовищная сила. Слоны сильнее. Там народ в панике просто. Весь в рассыпную полицию вызывали, чтобы как-то вот что-то с ними сделать, успокоить. Там ломали лавки легко. Просто двинется и лавки нет, понимаете. И он такой, глаза разъярённые, они друг на друга с таким грохотом сшибались. Мы думали, как возможно, там бетонную плиту пробивают. Но тут про слонов речь идёт, не про быков. Ни Джарасанта, ни Пхимасена не сдавались, не чувствовали усталости, хотя и бесперерывно осыпали друг друга ударами. Целый день они сражались. Потом, словно друзья, оба ночевали во дворце Джарасанхи, а на следующий день вновь вступали в бой. Так они бились двадцать семь дней. Такая культура, видите, воина. Его честь. Так он заслуживает большое уважение. Бой закончился. Пойдём, пообед, поужинаем. Не устал ты, нет? Пожалуйста, утомился, а? Пойдём, поужинаем. Враг мой. Но с врагом тоже можно поговорить на интересные темы. Это очень интересно изучать врагов тоже. Не думали об этом? Только друзей. Враги тоже должны быть нам понятны. Мы тоже должны научиться понимать разные позиции людей, их природы. Эта природа описана. Вы видите, всё описано. Но нам нужно это ещё понять, столкнуться с этим. В жизни. В жизни. В наше время врагов снайперы выбирают по заказу. Враг. Заказываем снайпера. Платим ему несколько тысяч долларов. В 90-е годы стоило всего 5 тысяч долларов. Заказать смерть человека. Но здесь ведь другая история. Другие люди. На 28-й день Пхимасена сказал Кришне. О, Кришна, я должен... 28-й день. Я должен честно признаться, что не могу победить Джарасанту. 27 дней Пхимасена верил в себя. На 28-й день понял, что он не сможет победить Джарасанту. Господь Кришна, однако, знал тайну рождения Джарасанхи. Джарасанту родили сразу две матери. Видите, как бывает. Каждая из них родила по половинке тела. Попробуйте, повторите такое. Сегодня. Две разные матери ждать одного ребенка. Такие чудеса бывают. Его отец, решив, что они бесполезны, выбросил обе половинки тела в лес. Ну что с половинками делать? Выбросил в лес, ну что делать? Отцу пришлось так поступить. Там их нашла колдунья по имени Джара. И удалось полностью срастить обе половинки. Современная наука еще у Джары надучится им. Вот только у колдуньи. Они не знают, как это сделать. Они знают, как разъединить, как соединить труднее. Осведомленный об этом Кришна знал, как убить Джарасанту. Он дал понять Пхимасене, что поскольку Джарасанта обрел жизнь благодаря соединению двух половинок его тела, убить его можно только снова, разделив эти половинки. Господь Кришна вложил Пхимасену свою силу и показал ему, как убить Джарасанту. Он отломил веточку дерева и расщепил ее надвое. Видите, он не словами показал это, а показал на примере. Не проводил семинар, просто взял веточку. Люди же разумные были. Не надо семинара. Просто веточку разломил и все понятно стало. Или другой пример. Люди же не понимают сразу, да? Тогда говорят, вот сломай одну ветку. Можно. Две труднее. Три труднее. Десять не можешь. Что это означает? Понимаешь? Понимаю. Нужно быть вместе. Все весть и минор. Когда-то люди мыслили образно. Наука была образная. Сегодня она абстрактная. Теоретическая. Она образная. Любое ваше утверждение должно подтверждаться либо шастрами, либо примером из жизни. Только так. Никакой теории. Итак, Кришна сказал, это возможно. Видишь, ветка же расщепляется. Вот точно так же это произойдет. Господь, Верховная Личность Бога, Всемогущ, и того, кто Он задумал убить, уже никто не спасет. Точно так же никто не сможет погубить того, кого Кришна хочет спасти. Поняв намек Господа Кришны, Пимасена схватил Джарасандху за ноги и бросил его на землю. Когда Джарасандху упал, Пимасена прижал одну его ногу к земле, а другую схватил обеими руками и разорвал его надвое от ануса до головы. Как стлон расщепляет ветви деревьев. Пимасена разорвал тело Джарасандхи. Наблюдавшие за поединком увидели, что тело Джарасандхи разорвано надвое и у каждой его половины по одной стопе, одному бедру, одному яичку, по половине позвоночника, ровно. По половине груди, по одной ключице, руке, глазу, уху и по половине лица. Там была какая-то особая линия мистическая, ровная, необычная история. Когда известие о смерти Джарасандхи достигло Магадхи, жители города возобили горе нам горе. В это время Кришна и Арджуна обнимали Фимасену и не заявили о своих притязаниях на престол, мешающих людям жить в мире. Интересно, что у демонов нет мира в уме даже, нет такого понятия внутри. Внешние понятия есть, то есть не трогать друг друга, так скажем пока, называют миром. Давай сейчас, ты меня не трогаешь, я тебя не трогаю, договорились, это мир называется. То есть они о мире понятия вообще не дают никакого. Они себя считают выше других, богаче других, умнее других. Даже когда видят, что кто-то богаче их и умнее их, все равно я умнее, все равно я богаче, я буду богаче, я буду умнее. Как я стану умнее и богаче или сильнее, если уничтожу этого человека, кто конкурирует со мной? Любой, кто вступает с ним в соревнования, становится врагом. Любой человек. Любой человек. Просто соревнования, сразу враг. Мира понятия нет. Если они ссорятся для того, чтобы именно уничтожить друг друга, не для того, чтобы прийти к миру. Это демоны. Это демоны. Возведя Сахадеву на престол, Кришна освободил всех царей и царевичей, безвинно заточенных Джарасандхой в темницу. Так, в книге Бхактивиданте, Кришна, Верховная Личность Бога, заканчивается глава 72, освобождение царя Джарасандхи. Мы еще немного почитаем. По этой теме есть какие-то вопросы в этой игре? Интересно. Вы рассказали этот момент, когда войны, враги, которые сражаются, они в какой-то момент могут остановиться, пойти в компанию. Почему так получается, что в наше время мы можем, преданные могут между собой поссориться, поконфликтовать и какие-то трудности возникнут. И это приводит к тому, что они вообще общаются с друг другу, просто отношения чуть не разрываются, они отдаляются друг по другу. Почему так происходит, что с нами разошло даже не так, а в те времена по другу, по другу. Это, да, то, о чем ты говоришь сегодня, это эмоциональная, сила чувств такова, эмоциональная сторона. Шастры говорят о дхарме, высший уровень. Эмоциональная сторона тоже есть, но дхарму исполняют вместе с нами. Дхарму людей поддерживают вместе. Если даже иногда есть неприятности какие-то между нами происходят, дхарма нас держит вместе. Например, человек ходит на работу. Это его обязанность дхарма, так сказать, например. На работе тоже бывают разногласия с начальством или с подчиненными, или друг с другом. Тоже могут быть конфликты. Но человек же все равно выходит на работу. Дхарма. Так мир поддерживается. Если бы дхармы не было, все бы распалось сразу же. Если бы только эмоции были. Все бы кончено было. Кришна говорит, если бы я не исполнял свои обязанности, миры были бы все разрушены. Никто бы не общался друг с другом. За малейшую обиду люди бы отворачивали друг от друга и все. Это как в семье. Муж и жена много друг друга доставляют беспокоиться, не так ли? Но они ответственны за семью, за детей, за воспитание. Они все равно продолжают вместе и ищут какой-то выход. Путем дхармы они превосходят эту эмоциональную, чувственную сторону, уровень. Это низкий уровень. Чувственный уровень – самый низкий уровень. Если он усиливается, это трудно становится. Быть вместе, делать что-то вместе. Хочется сбежать, когда нельзя сбежать. Бывает настолько сильное потрясение эмоциональное, что человек, не найдя выхода, совершает самоубийство. Такая сила чувств. Как люди привязываются друг к другу сегодня тоже, как потом они страдают, когда разрываются привязанности. Сегодня это ужасная картина. Ужасная. Дхарма потеряли люди. Не знаю, зачем жить, если нет этих чувств. Какой смысл жизни у них? Нет Кришны? Непосредственно. 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 Неправильно могут же не мешать какие-то вопросы. И нет. Просто это. Пробузного вопроса. Это происходит. Понятно, что при этом на разном уровне находится. Но тем не менее. Как бы. Лично дает разума для того, чтобы задать вопросы тоже мешать. В общем. И которые помогают. И согласия. Помогают. Цель помогает. Мы же хотим достичь цели. Чтобы достичь цели, нужно двигаться. Двигаться вместе. По одиночке мы не можем достичь цели. Чтобы двигаться, нужно быть вместе. Духовно продвигаться. Ради цели мы можем поддерживать это единство. Если у нас есть стремление к высшей цели. Насколько мы устремлены к высшей цели. Настолько мы сильны в дхарме. А если такой высокой цели нет. То зачем все это терпеть? Я брошу это. Пойду займу чем-то другим. Да, это было адхарма. Да, это уже пример адхармы. Да. Это как раз пример как проявлялась адхарма. Она же раньше не проявлялась. Как вот можно было. Были подданы у Джарасанхи. Он был царем. Они его почитали, потому что он заботился о подданных. Они не видели в нем какой-то проблемы. Но он конфликтует с Кришной. Но это другое дело. Но о нас он заботится. Визическую культуру поддерживает. Сам следует. Браманов почитает. Он заботился о царе. И Дарютах на хорошо тоже управлял царством, когда был царем. Они умели управлять. И люди могли понять, а где же проблема? Какая равенца, кто управляет? Этот экономику нам дают, этот экономику дают. Но только браманы понимали, что Ютишир должен управлять. Браманы осознавали это. А с матерной точки зрения есть хорошие проявители, материалисты. Поэтому в истории с Пандовым прошли годы целых изгнаний, там этих лишений. И в это время, в этом процессе, в процессе отношений проявлялась адхарма больше, больше, больше. Со стороны Дарютхана стала проявляться. На Куршетре она полностью проявилась. Адхарма стала очевидной, что это адхарма, что это представители безбожия. Что до этого это было скрыто, непонятно было. Как в человеке говорится, вроде порядочный человек в трудную ситуацию попал, оказался предателем. или лицемером, или оскорбителем, или клеветником. Видите? Адхарма проявилась тут. А так не видно было? Мы берем с вами большую ответственность в исконе. Смотрите, что это делает. Тут все проявится, все наши качества, и духовные, и демонические, все выйдет наружу. Тут мы сами сможем понять, кто я вообще есть такой. Сам себя поднять смогу. На пути дхармы я должен познать себя до конца. Отказаться от своих этих дурных монарх, очистить сердце свое и так далее, предаться Кришне. Если нет процесса, как распознать, хороший человек перед вами или плохой? Относительно. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Дело вкуса. Так люди живут в этом невежестве, в своих вкусах. Адхарма проявляется. Да кто с ним может работать? Кришна с ними работает, не мы с ними работаем. Мы просим Кришну. Мы привыкли сами все работать. Это кармическое представление работать с анарадхами. Но как вы с ними будете работать? Они с вами работают, простите. Вы под их контролем. Не считайте себя ишварой. Работая с анарцами. Работеги. Менталитет бодрый, я понимаю. Мы немножко почитаем. Глава 73. Господь Кришна возвращается в Хастинапур. Цари, которые Господь Кришна освободил после смерти Джарасантьи, были правителями разных стран мира. Джарасанть обладал таким могуществом, что одержал победу над двадцатью тысячами восемьсот царями и царевичами. Он заточил их в горной пещере, превращенной в крепость, и держал там в течение долгого времени. Когда, по милости Господа Кришны, цари были освобождены, они выглядели очень жалко. Их одежда превратилась в лохмотья, лица высохли, потому что в этих условиях цари не могли заботиться о своем здоровье. Они совсем обессилели от голода, и их тела утратили красоту и сияние. Долгое заточение привело к тому, что руки и ноги их ослабели и не могли действовать. До такого состояния они дошли. Все они великие преданные при этом. Как выясняется, все они великие преданные, дошли до такого состояния. Как вам пример преданных? Уже ни руки, ни ноги не работают. Прошли такие трудности. Собственно, для этого Кришна и пришел туда, Ахджарасанхи. Не только Раджасу и Ягья. Две цели были. Они совместились вместе по совету Удавы. Были две просьбы. Когда Кришна был в Двараке, в зале собраний, то пришел посланец. Нара домой не пришел, сказал, что и ты штырь предлагаете Ахастинабур. Ахастинабур планируется Раджасу и Ягья. Для тебя он все это делает. И Кришна не мог отказать у Т4. И приехал посланец вот этих заточенных царей, Джарасанхи, с посланием, с просьбой освободить их, поскольку они полностью предались Кришне. И Кришна тоже должен был выполнить эту просьбу, потому что эта просьба была искренняя. И он спросил, что будем делать? Куда сначала? Как? Да, сначала нужно завоевать мир, а затем проводить Раджасу и Ягью. Так ведь Узова сказал. Значит, сначала нужно победить всех целей, убить Джарасанху, а потом мы совершим Раджасу и Ягью. И Кришна согласился. И так он убивает Джарасанху с двумя целями совершить Раджасу и Ягью и освободить царевичей. Но, страдая в плену Джарасанхи, цари все время думали о Господе Кришне. И сейчас он предстал перед ними, как верховная личность Бога Вишну. Они увидели, что цветом божественного тела Господа напоминает молодую тучу. Его удлиненные глаза напоминали лепестки лотоса, а лицо было озарено улыбкой и дышало вечным счастьем и покоем. В ушах у него сверкали серьги в форме акул. На голове красовался шлем, усыпанный драгоценными камнями. Жемчуж на жереле и браслеты на теле Господа сияли божественной красотой. На груди у Господа сверкал драгоценный камень Кауступха и висела чудесная гирлянда из цветов. Да после всех перенесенных мук цари и царевичи увидели трансцендентную красоту Господа Кришны. Они не могли наглядеться на Него. Глазами они будто пили нектар, струящийся от Его лица. Языками словно касались Его тела, ноздрями вдыхали Его аромат, а руками обнимали Господа. Ну, похоже, да? Как Читань-Чаритамирите описывается. Также любовь к Гопи, вот эта любовь к Богу, она обладает силой, когда устремляются все органы, все чувства на Кришну одновременно. Одновременно. Поэтому ум останавливается, он больше не может руководить, потому что он Говинда, он управляет чувствами, то есть спонтанно это происходит, не осмысливая ничего. здесь пока до ума не дойдет, мы не чувствуем, не осознаем. Но есть трансцендентные чувства, которые совершенны, не локализованы, а совершенны. Чувствовать означает также осмысливать, также и обладать разумом. На духовном уровне нет разницы. И у Кришны такие чувства, которыми наделяет преданных. Созерцая верховную личность Бога, они смыли с себя все грехи, и потому смогли безраздельно предаться лотосным стопам Господа. В Багово Длите сказано, что пока человек не очистится от всех последствий своих грехов, он не сможет полностью предаться лотосным стопам Господа. Но, видев Господа Кришну, цари забыли обо всех, выпавших на их долю невзгодах. Благоговенно сложив ладони, они вознесли Господу молитвы, проникнутые преданностью. Вот такая судьба была у этих царей. Они расскажут, они уже понимают все, все причины и следствия уже понимают, они очищены сейчас. Поэтому они могут все сами себе рассказать. Есть момент в жизни, когда мы нуждаемся, чтобы нам кто-то рассказал о нас, что мы себе представляем, кто мы вообще такие. Мы к друзьям обычно идем, если о друзей не можем понять, кто же я есть. Друг, враг, хороший, плохой, жизнь запутана, сложностей много у меня. Я иду к психологу тогда. Кто-то к психиатру, но психологи сейчас берут эту функцию мирские, рассказывают о людях, или астрологи, рассказывают, кто ты, под каким ты влиянием, какие у тебя качества, черты, характер, будущее, и так далее. Что к чему ты склонен, человек не знает ничего, обусловленный. Пока от кармы не освободился, он понятия не имеет о себе. Он пытается действовать спонтанно, но в отсутствие разума он совершает постоянные ошибки. Но когда человек очищается, как здесь говорится, от кармы, он все видит уже сам. Он уже понимает, почему он царем был или есть, почему Джарасанха пленил его, почему он долгое время находился в таком положении, он начинает все это осознавать. И они сами об этом сейчас все расскажут, Кришна. Кришна ничего не упрекнет ни одним словом. Он просто им даст разум. Поэтому в культуре общения вайшнавов меньше всего упреков должно быть, больше проповедей. То есть нужно друг другу давать знания, стараться просвещаться вместе. Например, старший, он обучает младшего, он проповедует, он не просто упрекает, введет его недостатки, а обучает, дает разум. Равные преданные Тор читают вместе, обсуждают, что-то делятся реализациями, общаются тоже, чтобы разум развивался. Меньше упреков нужно, больше знаний. О, возлюбленный Господь Кришна, Верховная Личность Бога, Повелитель всех полубогов, Ты немедленно избавляешь от страданий своих преданных, которые целиком доверились Тебе. О, Господь Кришна, О, Вечный Бог Духовного Блаженства и Знания, Ты и бессмертен. Мы в глубоком почтении склоняемся к Твоим лотосным стопам. По своей беспричинной милости Ты освободил нас из плена Джарасанхи. И теперь мы молим о том, чтобы Ты вызволил нас из темницы материального бытия, из плена Твоей иллюзорной энергии. Помоги нам вырваться из нескончаемого круговорота рождения и смертей. Мы достаточно настрадались, поглощенные мирской жизнью, и, вкусив ее горечь, и стали искать предбежущих Твоих лотосных стоп. Даруй же нам свою защиту возлюбленный Господь, сразивший демона Мадху. Теперь нам ясно, что Джарасанху не в чем винить. «Это мы слишком возгордились и, возомнив себя царями, и по Твоей беспричинной милости потеряли свои царства. Правитель, который чересчур гордится, данный ему властью и могуществом, не способен осознать свою истинную духовную природу и обрести вечную жизнь. Под влиянием Твоей иллюзорной энергии, такой царек преисполняется к гордости, от сознания собственного величия и уподобляются глупцу, которому мираж в пустыне кажется оазисом. Недалекие люди считают, что материальные богатства могут их спасти. Поглощенные погоней за удовольствиями, они тежат в себя надежды на то, что будут вечно наслаждаться в материальном мире. О Господь, Верховная Личность Бога! Мы должны признаться, что прежде кичились своими земными богатствами. Обладание ими пьянило нас. Мы завидовали один другому, соперничали, сражались за Верховную Верховенство, принося в жертву жизни наших подданных. Вот что они говорят о своей прошлой деятельности сами. Никто сейчас им не указывает на это. Никаких обвинений. Почему? Долгое время они находились в заточении и развили смирение таким образом. Так же, как мы говорим, обвинило богатство нас и власть, обвинило нас. Мы кичились, да. Но за счет чего мы имели эту власть? За счет эксплуатации своих подданных. И мы использовали их жизнью, жизненную силу. Даже не замечая этого. Так же, как на Лакувар, Манегри, они были опьянены своим богатством. И тоже долгое время встали, попали в форму жизни деревьев. Долгое время. В Аврадже они родились деревьями, выросли там. То есть, как мы видим, чтобы развить, вот освободиться от Аханкары, нужно немало времени. Это процесс трудный для человека. Ну, здесь вот это слагается в истории этот процесс. У нас тоже в жизни этот процесс будет историческим. истории какие-то будет в нашей жизни. Мы попадем в ту историю или в другую историю. Но Кришна нас поведет таким путем, чтобы рано или поздно мы освободились от Аханкары. Вы видели верховную личность Бога, а не себя на этом месте. Такова болезнь власти мущих. Стоит царю приумножить свои богатства, как у него возникает желание покорять другие страны, развязывая против них войны. А крупные предприниматели стремятся стать монополистами в своей области, движимые, чистолюбимые и ослепленные материальными богатствами. Люди вместо того, чтобы стремиться к сознанию Кришны, сеют вокруг себя беды и мешают другим жить в мире. Так они забывают о том, что истинная цель жизни обрести милость Господа Вишну, Верховной Личности Бога. Ну, здесь мы можем остановиться. Эта глава не закончена, 73-я. Прежде чем Кришна возродится в Хастинапур, вот тут у Него встреча с этими царевичами, которые обратились в просьбу, Он выполняет их просьбы. Является перед Ними, освобождает. 20 800 царевичей, царей. Будут ли какие-то вопросы, дополнения? Если мы ищем что-то ценное в жизни, а мы ищем что-то ценное, или самое ценное даже кто-то ищет, то мы должны знать это. Что же такое самое ценное? Это Личность. Это Личность. Как мы это оценим? Ну, вот я вижу разных людей, да, разных живых существ. Хорошо, они Личности, я соглашусь, не индивидуальности, не живые. Но что одноценного, скажите? Я не вижу много ценностей в этих Личностях. Вот в чём моя проблема. Почему? Ну, факты, они обусловлены. Смотрите, у них много недостатков, люди не могут жить в мире, у них дурные привычки, ну и так далее, и так далее, и так далее. Я могу перечислять это много, тут весь мир сейчас заполним океаном пороков. Это всё от ваших Личностей. Где же ценность? В чём ценность? И тогда я вижу единственную ценность в себе самом. Вот что происходит, видите? То есть для меня люди становятся массой просто какой-то, с которым сотрудничаю, но только для себя, не для кого-то ещё. Ну, если я, то, конечно, моя семья, я и моё, понятно. Но большей частью для своей славы я действую, для своей выгоды действую. Это персональный подход к жизни. Чтобы оценить Личность, нужно сначала познать Бога. Потому что по телу мы не можем увидеть Личность. Как раз оно искажает Личность. Это искажение Личности, физическое, материальное тело, покрытие Личности. Так же, как по одежде мы можем тоже понимать человека, но не полностью. Нет. Можно ошибиться. Также душа, это же вечная частичка Бога. И в этом её ценность. Это великая ценность. Но как познать эту ценность? Вот мы пытаемся, ведь путём сознания Кришнису, познать ценность Души, Личности. Если мы сможем понять, что душа цена, на самом деле, поймём эту цену, мы будем распространять духовные знания, чтобы люди обрели, осознали эту душу. Почему о Боге нужно говорить, а не о человеке? Потому что Бог не обусловлен. Он есть чистый дух. У него нет ничего материального. Когда мы Игорь Кришнис или его слова из Бхагавадгиты изучаем, там нет ничего материального. Вот поэтому, говорится, нужно у Бога учиться, чтобы освободиться от этих вот тисков материи. А Бог, значит, если мы учимся, значит, он должен говорить, учить, он учитель, он личность. Вы сказали, Рамачандра дал благословение Бали, что он убьёт его в следующей жизни. Какое воплощение убил Бали в будущем и кем он был в этой жизни? Бали? Бали, Бали. Бали, да? В каком воплощении он убил Господа Кришну? Да, да, да. И в этой жизни. Бали. Так это же связано с уходом Господа Кришны. Это охотник Джара. Он стал этим охотником Джара и слышал. Из Рама лил, он перешел в Кришна лилу потом. Этот охотник охотился на оленя, и вот он увидел стопу Кришны, перепутав её с головой оленя, выпустил стрелу, попал в петух Господа. И когда он увидел, что он сделал, что он пустил стрелу в Господа, он увидел в четырех рукой форме Господь явился ему. Он был в ужасе, он просил прощения, он каялся, он упал к стопам Кришны. Кришна говорит, нет, всё справедливо, потому что в прошлой жизни я тебя убил из-за укрытия, как охотник. И в этой жизни ты стал охотником, и убил меня в петух. В петух. никого не убивают, но Кришна так ушёл. Влад, подскажите, где в практике преданного служения граница между верой в себя и где верой в Кришну? Не нужно ли вообще верить в себя? Верить в себя Рупа Господь описывает как уверенность в своих поступках. Уверенность в своих поступках. Если мы руководствуемся священными писаниями в своих поступках, нужно это делать уверенно. В этом смысле. не то, что просто в себя верить, в любые свои поступки, в любые свои мысли. Нет, так ошибку свершим. Верить нужно в шастры, в Кришну, садху. Так? Если мы руководствуемся их наставлениями, то нужно быть уверенным в этих поступках. Вот об этом речи. Какую анарху препятствия олицетворяет Джарасанха? Не должны ли мы сначала сами сражаться в 8 дней, а потом обращаться? Кто-то помнит? Или можно найти в интернете? Джарасанха, а какой анарху олицетворяет, если вообще есть связь между этим? Но в высокомерии точно, потому что Кришна побеждал 18 раз. На 18-й избежал поле битвы и Джарасанха считал, что Кришна трус. Хотя 18 раз пленял и отпускал на свободу. Это высокомерие. Это великое высокомерие. Еще какие вопросы? Александр умов и небывалой силой. Полубоги не такие? Объясните, пожалуйста, связь с телосложением и ясности и мантов. Полубоги они тоньше устроены. Они тоже сильны, они, наверное, в равной степени сильны. Великие демоны, великие полубоги. Даже были такие демоны, с которыми Брама не мог справиться. Даже были такие демоны, с которыми Господь поэтому их могущественные те и другие. Две такие силы существуют, противоборствующие в материальном мире, божественные и демонические. Но сила полубогов основана на саттвагуне, а сила демонов на раджагуне. Поэтому уступают. Почему? Потому что саттвагуна связана с Богом, а раджагуна не связана с Богом. Только по этой причине полубоги побеждают. А Боги говорят индрари в якулам локам ридеянти югею демонов. Он приходит из века век как враг враг врагов индры. Враг демонов. В таком обличии приходит. Потому что полубоги в саттвагуне по этой причине. Галинская Наталья Харик Кришна, дорогой груды, примите пожалуйста мои поклоны. Скажите пожалуйста, чему нас учит это лило? Старями? Оу, там много потрясающих вещей можно обсудить. на каждом шагу мы можем извлекать уроки нравственности, преданности, милосердия Господа, отваги и преданности пандавов. На каждом шагу это все пронизано. Но суть в чем, что эти 20 1800 царей они обрели эту милость в виде Господа воучу. Осознав все греховное прошлое, осознав все греховное прошлое и прославляя Господа при этом. Это самое великое достижение, которое человек может сделать в своей жизни. то есть признать все свои недостатки прошлых жизней, все свое безбожие прошлой жизней и прославить перед этим Бога нужно. Неочистенный человек никогда не сможет прославить Бога. Если он скажет вот молись Богу, он пойдет молиться Богу, но если что-то не по нему в жизни, он обвинит Бога в этом. Такой человек никогда не увидит Бога. Он просто обвинит Бога, или предных обвинит, или наставников обвинит, или государство обвинит, кого угодно обвинит. О себе речи нет. Как Жарасанха? 18 раз был побежден Кришни. И даже этого не заметил. Заметил только одну вещь. Кришна 18 раз покинул поле боя. Трус. Тем не менее, Жарасанха увидел Бога, видите, как демон. Как демон увидел Бога. Не прославляя его, конечно. Но Кришна милостив, что даже демоны, которые погибают от его руки или в его присутствии получают освобождение. Кришну есть за что прославляться. Вот эти цари достигли такого уровня. в заточении, в тюрьме они находились долгое время, потеряли здоровье. Все, чем они гордились, не потеряли. Красоту, здоровье, богатство, красивые одежды, царство. Всего лишились. При этом они не обвинили в этом Бога. За что, да? Не спрашивали. не привязывайся к тому, к этому. Ну, если ты откажешься от сражения, потеряешь себя, вот в чем проблема. Бога, мы не смогли развивать это движение, никто бы не смог это сделать. Бога происходит, об этом говорите. И постепенно, постепенно, постепенно люди приближаются к этому знанию, потому что они его уже принимают. Имейте терпение. Кто-то сразу приходит в искон. Кому терять уже нечего, да? Так говорят, кому терять нечего, идет в искон. В 90-х годах много предпочитов преданных в искон. Многие оказались выброшены никому не нужными системе. Поэтому огромное количество преданных пришло на второе. Сейчас меньше приходит на этой почве. Сейчас на другой почве мы людей привлекаем тем, что тут есть знания, глубокая психология личности, есть ценности вот эти вот открываемые. Эти люди уже другого склада приходят к нам. Люди к нам сокращали люди остались без работы без идеологии без партии без коммунизма во что не верили понимаете они были разбиты жизнь была разбита они приходили в искон сразу же многие приходили потому что даже жить негде и работать негде решили всего они жили вашим книги распространяли вери просады были счастливы сейчас в это время нет по-другому все Кришна примите мои поклоны подскажите пожалуйста как правильно мотивировать духовную жизнь Кришна хочет чтобы я попала в духовную поэтому я делаю или я хочу в духовную тебя надо спросить хочешь ты не хочешь Кришна это понятно хочешь чтобы мы были в духовном мире поэтому тут к тебе вопрос не ко мне хотя бы делай вид что хочешь уже кота Кришне будет приятнее Никита Симируни Харе Кришна мои поклоны скажите пожалуйста нужно делить людей на преданных и не преданных это трудно задача знаете будто мотикарь этого не делает это не рискуйте таким образом это большой риск лучше делить людей так как Иши Панишат вот есть в невежестве да а есть люди не в невежестве больше в невежестве меньше может быть так лучше будет легче потому что мы проповедуем людям которые не знают мы должны видеть они не знают они в невежестве что мы делаем мы проповедуем мы не ставим этот вердикт преданный непреданный большой риск ошибки это очень трудно понять как победить жадность жадность да надо победить жадность это мантра специальная Харик Кришна мантра но еще есть одна Мантра Иши Панишат первая Мантра Иши Панишат читайте читайте если вы хотите работать со своей нарткой как у нас есть такие работяги которые умеют работать с нартками если вы хотите работать с этой жадностью то читайте вот эту мантру Иши Панишат Иши Васи Дамсар вам все принадлежит Богу и по милости Бога вот мы сможем жадность это некая такая часть нашей силы уходит туда нахватку держит наша сила уходит в эту сторону когда вы читаете Иши Вася Дамсар постепенно хватка расслабляется у вас появляется больше силы в другом месте переходит начинаете интеллект направлять на Кришну и начинаете понимать что-то просто немножко отпустив жадность уже больше понимаете в этой стороне чем крепче вы держитесь жадностью тем меньше вы понимаете истину силы сюда уходят с интеллект уходит значит в эту сторону мы хотим от чувств оторвать силу жизненную в интеллект вернуть душе туда поэтому вспоминайте кому все принадлежит у меня здесь ничего нет я одному преданному сказал как-то ну хороший преданный у нас такие дружеские отношения поэтому говорю слушайте про тебя преданные сказали что ты жадный он да да я жадный жадный я знаю что я жадный но если я не буду жадный у меня денег не будет то есть человек не знает да как быть вот вроде я понимаю что жадный не хочу быть жадным но если я не буду жадным я деньги потеряю вот как не потеряв деньги освободиться от жадности вопрос это сознание кришны ему нужно научиться вы думаете кто-то отдал все деньги становится нежадным не обязательно он рассчитывает получить больше вкладывая куда-то это не обязательно так поэтому нужно учиться не жадный означает что правильно вот что нужно развивать добродетели доброту щедрость тогда вы будете одновременно и богатым и не жадным так еще один вопрос так как Джамила произнес имя на рай но Господь дает ему освобождение Джамила был грешником и в момент выхода несмотря на то что произнес имя Бога Джамила остановилась как по моему основания признают человека безгрешным если у него полно материальных желаний и грехов совершенных в жизни нам абхаз святого имени об этом там речь идет с точки зрения наших грехов и поступков и желаний материальных мы никогда не можем освободиться из материальной румын нитья бадха никогда пока не получим милость как раз история вы правы как это возможно ответ нам абхаз святой имя кришна последний вопрос что делать когда не способен продолжать путь когда не способен продолжать путь нужна помощь общаться с преданными людьми например если у вас какой-то упадок депрессия случилось несчастье какое-то чувствуете себя плохо обессилены это время означает дается для того чтобы осмыслить свои поступки прошлые свои намерения себя проанализировать себя может быть не только себя проанализировать вообще мир в котором мы живем общество в котором мы находимся с преданными наши отношения проанализировать как мы пришли к такому состоянию с одной стороны с другой стороны чтобы это трезво проанализировать нам нужна поддержка поддержка если вы не совершаете оскорблений если вы не совершаете оскорблений то это несложно просто не нужно ничего делать Просто слушайте лекции, готовьте просад, ешьте, отдыхайте. Общайтесь с теми преданами, с которыми приятно общаться. Возьмите как бы паузу такую. И повторяйте мантру сколько можете. Если вы сейчас не можете 16 кругов даже повторять, вам так плохо. Можете поехать там, не знаю, со временем во Вриндаун, просто там пожить даже. Просто там спать даже можно, если вы так устали. Но если вы аппарат не совершаете, я не знаю, тогда сложно будет. Тогда общение прорвется у вас, вы не сможете общаться с преданными. Вы не сможете повторять святое имя, вы не сможете даже предлагать пищу на алтаре. Вы ко всему потеряете интерес. Тогда болезнь тяжелее лечить, такую болезнь нужно много времени. Если нет оскорблений, я не вижу большой проблемы. Скорее, это как депрессивная усталость, может быть, или разочарованность в чем-то. Ничего страшного. Делайте то, что можете, общайтесь с преданными и восстановитесь. Аппарат не труднее лечить. Потому что связь может разорваться, и вкуса нет, и тут ничего не сделаешь. Тут уже на Кришну полагаемся, когда и как. Человек вернется. От тяжести аппаратов тоже зависит. Скорее всего, если вы уже теряете силы, то, да, есть какие-то аппаратки тоже. Скорее всего. Наверное, неосознанные, скорее всего. Судя по вопросу. Это пройдет. Это как, знаете, такая болезнь, которая проходит сам по себе. Нехроническая болезнь. Ну, насморк там, ну, почихал, покашлял, пройдет. Но проанализируйте, подумайте, осмыслите себя, свои поступки. Это хорошо. Всем спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok